МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эмоции зашкаливают. И мы готовы открывать Воронеж эмоциональный. Радость, страх, печаль, удивление и многие другие эмоции, которые каждый из нас переживает ежедневно. В этом выпуске мы решили объединить основные виды и пережить их вместе с нашим героем из цирковой династии. Клоун в цирке самый главный человек. Он должен уметь все. Побороть страхи со специалистом. Если бы кто-то еще выскакивал, было бы просто. Никогда бы в жизни я больше без фонарика бы никуда не пошел. И попробовать на себе собакотерапию. Вот этот формат мне очень нравится. Мне кажется, да, я влюбился в собаку. Мы начинаем. В этом сюжете радостные эмоции сменим на страхи. А заодно узнаем, какие из них природны, а какие приобретены уже во взрослой жизни. И в моем сегодняшнем случае узнаю, стоит ли идти в эту страшную темноту. Мы отправились на квест в полной темноте. Игра с непринужденным весельем для некоторых может стать полноценным вызовом самому себе. Вон там шутят, что-то смеются ребята из команды, поэтому это передает еще жизнь, но за углы приходится осматриваться. Очень маленький, очень маленькое пространство. Как подняться-то? По статистике, около 10% населения планеты обладают никтофобией. Страху темноты обычно способствуют индивидуальные особенности высшей нервной деятельности. Это чрезмерная эмоциональная чувствительность, повышенная восприимчивость, уязвимость, ранимость и впечатлительность. Если мы имеем дело с фобией, конечно, мы уходим в психотерапию. Такой внимательный, бережный подход, рассмотрение, а что там вообще. Потому что за страхом темноты, может быть, страх неизвестности, какой-то опыт нападения. То есть там может быть все, что угодно, и в зависимости от этого ведется работа. А в моменте можно поработать с тревогой. Когда-то я думал, что клин клином вышибается, и я ходил специально в комнаты страха, не мог их проходить до конца, выбегал из них. Есть ли какие-то упражнения, чтобы вот все-таки, если ты идешь еще раз в этот страх, в моем случае сегодня в темноту, что-то сделать с собой, чтобы хотя бы успокоиться на месте? Первое, что нам поможет дыхание, это либо просто глубокий вдох, глубокий выдох, это уже хорошо, но еще лучше дышать по квадратику. Вот это популярная тема, давай изучим. Вот абсолютно атмосферные сегодня в стопорке находимся. И смех тоже такая. Да, хорошая компания веселая. Давай как раз прямо сейчас и потренируемся успокоиться. У нас есть четыре фазы. Вдох, задержка дыхания, выдох, задержка дыхания. Начинаем с четырех секунд. То есть по четыре секунды весь этот цикл. Вдыхаем на четыре секунды. Задерживаем. Два, три, четыре. Выдыхаем. Два, три, четыре. Задерживаем. Два, три, четыре. Потом идем по пять секунд. На месте дополнительно можно проконтролировать свое тело. Уверенно встать на ноги, встряхнуть руки. Если есть время до, в моем случае, встречи с темнотой, можно выписать на чистый лист возможные последствия от встречи со своим страхом. После четко проанализировать, насколько переживания на бумаге могут воплотиться в жизни. У меня очень сильно играет сейчас фантазия. Хотел сказать, что самое главное, что здесь нет никаких призраков, потому что если бы кто-то еще выскакивал, было бы просто. Никогда бы в жизни я больше без фонарика бы никуда не пошел. Мне, конечно, видятся в темноте всякие воспоминания из фильмов ужасов, но я точно знаю, что здесь только я, мой страх темноты и ребята из команды. Перед проработкой негативных эмоций для себя стоит разделить виды страхов. Естественными считаются реакции на природные явления. Социальными – боязнь ответственности. К внутренним относят страхи, которые создаются самим человеком. Например, боязнь собственных мыслей и поступков. Часть из них можно побороть. Это тупик. Надо что-то делать. Пойдем дальше. Мне кажется, нам нужно свернуть направо. В моменте вообще как-то описать, нужно ли тебе это делать. То есть какая у тебя потребность. Если у тебя потребность клин-клином вышибет, это не про это. Лучше идти в психотерапию. И если мы говорим про фобию, то это вообще психиатрия, это медикаментозная поддержка, что тоже возможно, чтобы облегчить жизнь. Потому что иногда эти страхи прям создают клетку для человека. Тебе нужно понять, зачем тебе это и можешь ли ты этого избежать. Потому что сейчас ты можешь поехать на поезде? Или сейчас ты можешь выбрать другой квест? Сейчас ты можешь делать что-то, что не соприкоснет тебя с этим страхом. Подытожив, работать со страхами можно и даже нужно. Но самый главный момент – это не вводить себя специально в негативные эмоции. Чтобы не сделать только хуже. Актер, артист театра кино и цирка Ярослав Козлов. Многим воронежцам он известен как артист театра юного зрителя, примеривший на себя десятки ролей, сменивший сотни образов и сыгравший, не побоюсь этой цифры, тысячи спектаклей. Но мы его знаем еще и с другой – цирковой стороны. Выходец из творческой семьи и цирковой династии не смог свернуть в другую профессию. Ярослав связал свою жизнь с творчеством и напрямую работает с эмоциями людей. Вне зависимости от своего настроения он обязан зажечь искру в зрителей и изменить его день в лучшую сторону. Рецепт очень простой. Нужно знать, что ты делаешь. Нужно знать, какую историю ты сегодня расскажешь зрителям. И тебе некогда думать о том, что у тебя произошло сегодня утром в автобусе или кто-то на тебя так и не посмотрел. Иначе… Вот если ты конкретно знаешь, что ты хочешь, то у тебя все сложится. Сегодня, помимо сцены, Ярослав продолжает заниматься цирковым искусством. Под куполом не выступает, но свой опыт передает сотни воронежских ребят в творческой студии. Регулярно пополняет свой запас трюков. Это я умею. Да, вот. Это уже прям первая ступень. Так, это… Оп. А, не перекладывай, смотри. Смотри. Оп, оп, оп. Одновременно она получает. Опять перекладывай. Вот, почти правильно. Так усложняем. Не, 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 не. Герой уверяет, грустный клоун – это не про него. Далеко не каждый артист живет только на сцене. В жизни и бытовых ситуациях такие люди не менее открыты эмоционально. Недаром говорят, что клоун в цирке – самый главный человек. Он должен уметь все. И я считаю, что артист тоже должен, хороший артист тоже должен уметь все. Поэтому мы все клоуны. В хорошем смысле. Дотянулась? Да, отберусь! Давай! Мои ножки не достают. Надо доходули. Я еще не до клоуна, не до цирка. Вот, держи баланс. Я немножко подрасту и обязательно научусь кататься. А пока навстречу ярким впечатлением и новым позитивным эмоциям. Вези меня, Ярик! Вези! 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 Для этого эксперимента мы приехали в парк, где находятся собаки ездовых пород. Это хаски, самоеды и много других еще. Я всех не запомнил. Сейчас они выйдут к нам носить корм, игрушки. А самая главная цель – это понять, как собаки поднимут настроение. Я собак очень люблю, поэтому у меня точно будет все хорошо. Рома, проверяем на тебе. Давай, давай, давай. Выпускайте! Выпускайте! Канистерапия или, проще говоря, собакотерапия. Метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных животных. Такие техники взаимодействия человека с хвостатым доктором способствуют развитию умственных и эмоциональных способностей, по улучшению двигательных функций и моторики. Постоянный бонус – хорошее настроение. У меня есть еще? Май! Вот тебе, Рома, твой не простит этого. Хотел в самом начале сказать, что я люблю кошек. Да. Как сейчас бы собаки на меня реагировали, я вообще не представлял. Но я уже весь облизан в первую же минуту. Настроение есть. Но они очень красивые, чистые. Ты понравился, Рома, ты понравился этим собакам. А я обожаю собак. У самой есть любимый бигль. Но что касается этих пушистиков, у меня случилась отдельная любовь. В парке Хаски, Лайки, Самогеды – самые красивые и активные собаки. О, я даже ничего не сказала, ты уже сидишь. Молодец, молодец. Ай, вот так. А вот так. Молодец, молодец. Я просто прирожденная диресировщица этих собак. Да? Я могу еще смертельный труп сделать. Вот это вот белое шею, разложное шею. А? Это дерево, да? Бесконечно. Ладно, мы еще не так близко знакомы, правда? Чтобы целоваться. Соглашусь, свежий воздух, новые эмоции и красивейшие собаки способны влюбить в себя даже самого грустного человека. Оказывается, представители этих пород – отличные киноактеры. Они хорошо справляются с задачами режиссера на съемочной площадке. Даже нам сейчас подыгрывают, улыбаются и исполняют желания. Так, подожди, у меня он угадал. У меня сбудется. У меня тоже. Он просто знает, где еда. Хаман, спасибо тебе, зайка. Пошел предсказывать другим людям. И многое знает. Да? Нет? Нет? Что не угадал? Не всем везет. Мне кажется, привыкшие к любви им уже, или каждый гость им приятен. Как вам сказать? Дело в том, что у хаски, так же, как и у самоеда, гена агрессия нет. То есть для них любовь – это вот, это вы, это я. Все вокруг – любовь. Да? Да, девчонки? Да. Тетя это доказывает. Ни одними объятиями едины. На такой терапии можно гулять с собаками. Правда, учитывая их активный образ жизни, нужно быть готовым к тому, что придется побегать. Это ж котята просто. Да, да. Ну что, вот этот формат мне очень прям нравится, мне кажется. Да, я влюбился в собак. В этих? В маленьких точно, да? Да, вообще, 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 вообще. В общем, теория работает. Собаки действительно лечат, поднимают настроение. Славные. Наверное, в этом выпуске мы не успели только пустить слезу. В нашем случае от радости. Весь спектр эмоций смогли прожить с талантливыми героями, устрашающими активностями и позитивным экспериментом. Признавайтесь, одну из эмоций вы смогли пережить вместе с нами по ту сторону экрана. Еще больше тематических подборок в нашем эфире и на сайте tvdefisgubernia.ru Одежда ведущей предоставлена магазином «Инспайр Воронеж». «Инспайр Воронеж» «Инспайр Воронеж» «Инспайр Воронеж» «Инспайр Воронеж» «Инспайр Воронеж» «Инспайр Воронеж»